Девушки отдыхают Я, наверное, единственный из здесь присутствующих с таким опытом работы госчиновника, достаточно длительным в прошлом, да, и поэтому я хотел начать вот свою часть, свою тему с разговора о государственной культурной политике. Ну, так, для заострения, вот, так вот, давайте поставим вопрос, хорошо бы его так, откуда взялась Алла Борисовна? Вот, сейчас мы находимся в ситуации, когда огромный пласт такой вот топовой позднесоветской культуры, культурной, ну, и ее носители, ее звезд, ее таких столпов оказались, мягко говоря, по ту сторону. По ту сторону страны, по ту сторону фронта, по ту сторону того движения, в котором мы все, так или иначе, принимаем участие. И я даже прочитал буквально вчера, что-ли, в телеграмме такое, ну, вот, смотрите, признание Пугачевой иноагентом, это значит, что вы, по сути, воюете с Советским Союзом. Вы объявили войну Советскому Союзу, вот, потому что он и есть она. Интересная, да, такая постановка вопроса, но от этого еще более актуальным становится вопрос, собственно, откуда она взялась. И вот гипотеза такая, если хотите, такого небольшого расследования, она состоит в следующем, что государственная культурная политика – это всегда некий инструмент воспроизводства определенного антропотипа или набора антропотипов. Ну, юноша, обдумывающий житье, решающий делать жизнь, с кого ориентируется на некоторые образцы, висящие в этом воздухе, и за эти образцы как раз-таки отвечает такая большая мейнстримная культура. Если под этим углом рассмотреть историю советского, такого масскультурного продукта, то мы увидим достаточно резкий перелом где-то на рубеже 60-х, потому что ранняя советская массовая культура – это была культура героическая. Да, это был Чапаев, это были герои войны, это были герои революции, это были какие-то покорители целины, ну, в общем, какие-то люди, которые совершали подвиги. Но вот где-то в какой-то момент возникла ситуация, в которой подвиг, ну, вот в таком, в обществе развитого социализма, да, когда Прежнев на съезде говорит, что, как это, основная задача партии и правительства – это постоянное удовлетворение всех прорастающих потребностей и трудящихся, вот, подвиг стал неуместен. И мы очень видим, как раз-таки, вот, как еще, значит, такие осколки, да, вот, ну, если так взять кино, значит, да, молодой Баталов, который играет в «Трех толстяках», да, мы видим трилогию про «Неуловимых мстителей», в общем, такие попытки все-таки еще рассказывать про героику, но героика все более неуместна. Все более для нее просто не остается места. То есть, тогдашнему Советскому Союзу, в общем, не нужны герои, не нужны вредны опасным. И героика вытесняется, она вытесняется куда-то совсем на фронтир, ну, то есть, как бы, либо в космос, куда улетел, так сказать, первый космонавт, либо куда-то совсем в тайгу, куда идут, там, геологи что-то разведывать, либо далеко за границу, куда, где, значит, едут суперагенты, да, с уполномочен заявить, либо даже просто в иные параллельные реальности, как у Стругацких и Ефремова, да, в далеком будущем, еще где-то что-то. Ну, в общем, а вот в такой советской современности, как бы, герой не нужен, герой избыточен, герой опасен. И возникает потребность, наоборот, в культивировании обычного негероического человека, который, ну, вот на работе просто работает работу, а главный его фокус внимания – это обустройство своей частной жизни, своего частного быта, своей частной любви, своей частной какой-то вот такой вот маленькой реальности. И тогда, значит, как раз-таки вплывают фильмы Рязанова, да, вплывают, как бы, вот это такая, ну, такой советский потребительский, да, какой-то стандарт, вплывает герой, которому вот эти все большие задачи и все эти большие идеи, они, ну, они существуют где-то по ту сторону. Он им отдает некий свой какой-то долг, но мы это видим в фоне. А главное, чем он занимается, он вот обустраивает свою личную жизнь. И тезис состоит в том, что как раз именно на этой волне и вплыла в нашу жизнь коллективная Алла Борисовна. То есть, значит, она же, кстати, Борис Борисович Гребенщиков, да, при всей их, казалось бы, гигантской стилистической разнице на разные полюса, но, по сути, про одно и то же. Я живу свою частную жизнь, а вы, начальники, не вмешивайтесь, не учите меня жить, не пытайтесь меня заставить быть кем-то, не пытайтесь меня притянуть ни на какие ваши задачи, значит, дайте мне быть собой. Да, там, ну, она же Макаревич, не знаю, вот, как бы, их таких много, да, их имя им Легион. И они за это боролись. Именно боролись за право быть частным человеком, за, так сказать, свободу от государства, которая в этом сеттинге, в этой логике понималась как единственная вообще угроза бытовой свободе самовыражения, неопотребления, духовного поиска, и там дальше уже у кого что. И, в общем-то, борются по сей день. То есть, как бы, нельзя не признать, что в своей нынешней позиции антигосударственной эти люди последовательны. Последовательны, потому что они, ну, буквально, так сказать, реализуют то, чем жили всю жизнь, да, то есть, значит, очевидно, что сейчас вот настала героическая эпоха, и нужны герои, да, нужны стране, нужны государству, а они, ну, они, как бы, вот, весь их месседж, весь смысл их жизни, деятельности, творчества, чего угодно, как раз-таки состоит именно в таком воинствующем антигероизме. Вот этот вот герой или пророк, да, или вождь, или кто угодно, кто зовет народ куда-то, это их естественный враг. И отсюда тезис о том, что, ну, да, если мы посмотрим на 90-е и 2000-е, да, в 90-е у нас была героика, но это была героика такая робингудовская, отчасти бандитская, да, то есть это брат, это бригада, вот, это жмурки. Значит, и, в общем, в нулевые это тоже героика силовика, но силовика, ну, там, героика мента, да, то есть, как бы, тоже, значит, человека, в общем, занимающегося примерно тем же, но уже, по крайней мере, с горкой в погонах. Вот, но она была очень, это очень слабенькая, слабенькая нить, слабенький такой фон, что ли. Вот, она была в некотором смысле тоже перпендикулярна и противоречила, в общем-то, обществу, которое упорно продолжало реализовывать вот эту брежневскую идею, да, постоянное удовлетворение всевозрастающих потребностей. Ну, просто единственное, что, значит, количество трудящихся сузилось, да, узкой группы лиц. Вот, но, в общем, как бы, и сегодня вот тезис, на котором я хотел бы, собственно, передать слово коллегам, состоит в том, что, ну, перед тем, как кого-то чему-то учить, нужно кого-то чему-то разучить. Перед тем, как строить некую государственную культурную политику, нужно, хоть не хочешь, ломать те шаблоны, те стереотипы, те правила, те сценарии, те принципы, те, ну, ценностные установки, которые там есть. И вот этот большой сдвиг, который идет сейчас, это не только время создания нового, но и это время разрушения старого. И если мы не, ну, если мы, как бы, пропустим этот этап, то, в общем, нам будет намного труднее. То есть нам надо очень точно определить, отчего из вот этого наследия мы обязательно должны отказаться. Не только на уровне персоналей, но и на уровне принципов, подходов, сценариев, стратегий. Ну, какого-то, вот, как говорят наши не партнеры, бизнес as usual. Вот, и, наверное, да, спасибо.